На плоскости даны три точки, не лежащие на одной прямой. Мы хотим поставить четвертую точку, чтобы получились вершины параллога. Требуется понять, сколькими способами, ну и, собственно, как это можно сделать. Значит, итак, давайте. Точки у нас с вами есть. А, Б, С. Кто может выйти и нарисовать, повторяя, даны три точки, А, Б, С. Где может располагаться четвертая точка, чтобы это были вершины параллограммы. Это фигура, которая образуется, если проведешь две параллельные прямые и другие другого направления две параллельные прямые. С и В. Провели. Дальше у нее центр. Середину. У отрезка середина. У благоугольника центр, если есть, да. Дальше проведем линию от А. Линия. Это не обязательно отрезок. Придем отрезок. Отрезок. Да. Вот так. Да. Ну, на самом деле, чуть-чуть вы заметили в одном глаз. На самом деле, чуть-чуть у вас кривовато получилось. Ну, ничего. На самом деле, по сути, вы правы. Действительно, вот есть вот такой параллелограммчик. Есть. Давайте эту точку обозначим D первая. Так. Есть такой параллелограмм. А, В, D первая, С. Замечательно. Еще есть? Да. Рисуйте. Теперь надо... Вы рисуете быстрее. Потом, в учителей, провести отрезок... Если вы узнаете, конечно, это не правда. Конечно, способом строения есть и другие. Поэтому, ребята, вообще, когда вы какой-то способ предлагаете, есть разные способы рассуждать, есть разные способы рисовать. Самый разумный способ скромно сказать. Я... Еще раз. Это скромно, да? Я не считаю себя единственным указателем модера, да? А я рассмотрю середину отрезка АС, соединю с точкой В, и продолжу этот отрезок дальше за середину отрезка АС. Отлично. И что это будет? Опять глазами чуть-чуть. Смотрите. Дело в том, что у нас ведь... На самом деле, вот этот отрезок будет районным. Поэтому вот... Смотрите так. Да, хорошо, да. Все пишите там. Д2. Д2. Да, замечательно. И рисуйте программ. Соединяйтесь с точки С, соединяйтесь с точки А. Так. И, пожалуйста, сюда выписывайте. А, Б, С и Д2. Есть такой программ? Скажите, пожалуйста, а еще есть? Да. Какой? А, Б, С и Д2. Рассмотрим, середину отрезка АБ. Отлично. Поведем отрезок с точки С. Да. Значит, середину отрезки, его наоборот. Ну, да, да, да. Все будет хорошо. Понимаете, что они пройдут через... Вот вы с первого раза как раз догадали. Пройдут через одну точку. Вот вы как раз с первого раза догадали. С первого раза не рисовали гораздо более прямо, чем со второго. Значит, посмотрите, в чем дело. У вас будет будет так, чтобы на самом деле вот этот отрезок и вот этот отрезок, это, да? Давайте мыслим вот так, и вот соединяйте, и будет все красиво. Ну, даже чуть выше будет, посмотрите. Будет вот это здесь. Правильно? Вот здесь. Да. Вот, теперь надо ее аккуратно соединить с точки С. Медианы действительно всегда проходят через эту точку. Да, давайте, давайте. Поставьте вот D3. Вы говорили, что обязательно взять середину, обязательно... Вы посмотрите внимательно, что у нас на самом деле получилось. У нас есть вот этот внутренний треугольник А, Б, С. А что такое вот это? Как получается вот эта прямая для этого? Средняя линия для треугольника, да? А вот как расположены эти две прямые? А, С и D1, D3? Параллельно. Параллельно, конечно. Господа, если у нас есть совершенно другой треугольник, то можно сделать следующее простое построение. Через вершину провести параллельно. Вот так вот, да? Дальше что сделать? Через эту вершину провести что? Параллельно. Параллельно. И, наконец, там. Параллельно. Провести параллельно. Все. То есть, не обязательно было искать середину. Ну, можно было и искать, но не обязательно. Получается вот такая вот фигура. У нее площадь в четыре раза больше. Как это очевидно? В четыре раза больше. И у нее, смотрите, вот эти вот отрезочки равны. Вот эти вот отрезки равны. И эти тоже равны. Между прочим, это не часто помогает конструкция для решения равных геометических задач, то, что с каждым треугольником связан вот такой вот треугольник, у которого двое больше. Вы, конечно, правы, что если смотришь на медианы внутреннего треугольника и смотришь на медианы всего большого, то они отличаются действительно ровно в два равна. То есть, вот этот трусочек идеально, он равен этому. Так, все все помнят? Да. Все все помнят. Вопрос. Как циркурем или ней? Только внимание, ребята. Всего лишь за три взмаха. Не так, что долго строить, 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 а всего лишь за три взмаха. Как нужно построить эти точки D1, D2, D3. Причем, заметьте, за три взмаха надо построить все точки. Кто-нибудь сможет? За три взмаха, применяя только цирку, линейку вообще не надо применять. Постройте точки D1, D2, D3. Да, как? Ну, надо взять произвольный радиус и от точки A провести. Уже не получится. Если произвольный радиус, это вы собираетесь строить параллельный или фунтикулярный, правильно? Нет. Уже будет больше, чем три. Ребята, когда небольшое количество построений, Казахстан даже легче решит. Потому что глаза не отбегают. Если я вам сказал за пять построений, то вы бы думали, что нужно сделать. А за три у вас варианта практически нет. Догадайтесь, какие три подсказки. Провести три окружности. Окружность. Вот с этим центром и вот этим ракурсом. Согласны? Угу. Она пройдет через комридочек? Да. Пройдет. С Владимиром. Ребята, берешь здесь центру, рисуешь такую окружность. В чем проблема? И, наконец, возьмем здесь и проведем тогда у нас дерево. Ну, извините, что у меня привык, улучшилась последняя окружность. Совсем привык. Но, в общем, у кого есть циркуль, можно танцовать красиво. А остальные? Вот это и вот. И чем хорошо комридор? Тем, что комридор дает абсолютную точность и возможность двигать точку, понимаете? Когда циркулью вы рисуете одну картину, а на комридоре вы могли бы посмотреть одно свойство и точек держать.